Доброе утро, девочки мои! 6 часов утра. Смотрите, какое небо красивое. Вон там птички летают ещё наверху. Но дождя сегодня не обещают. Тишина, классно. Каштан уже зацвёл, я смотрю. Птички поют и тихо, и ветра нет. Сегодня у нас попрохладнее, до 20 градусов. Завтра будет прохладнее. О, я смотрю, возле нашего дома тоже что-то высадили. Тут камушки положили. Смотри, Анютины глазки, цветочки. Тюльпанчики красивые, да? Анютины глазки. Анютины глазки, это вот те вот цветные. Вот эти вот цветочки. В общем, ничего, красиво, симпатично, да? А мы куда идём, Настя? А мы идём сначала за кеточкой, а потом на тренировку. Пошли. А сегодня у нас, дорогие мои, суббота. Сегодня мы с Настей идём на тренировку. Решили выйти чуть-чуть пораньше. Одуванчик увидела. Решили выйти чуть-чуть пораньше. Потому что там, ну, во-первых, прогуляемся воздухом, подышим, не торопясь. Это лучше, чем дома сидеть. И по пути хотим зайти в фикс-прайс по-быстренькому. Ну, в нашем, по крайней мере, я видела какие-то головные уборы для детей. Просто уже как-то солнечные дни. И посмотрим, может быть, найдётся какая-нибудь кепочка Насте купить. Так. Давай. Сильнее надо дуть. Всё, молодец. Пошли. Так. Так что у нас тут одуванчики и жёлтенькие есть. И уже такие одуванчики, которые уже можно дуть. Фу. Фу. Которые можно дуть, и они уже разлетаются. Всё. У нас вообще теплый лето на всю катушку. Хотя немножко попрохладнело. Но это хорошо. Сегодня до 20 градусов тепла. И это хорошо тем, что не жарко будет. А будет прям вот хорошо-хорошо. Я вот даже не знала, что надевать. Надела футболку-кофточку и правильно сделала. Мне не холодно. Мне прямо прекрасно. Приотличненько. Так. Ну что. Сейчас перейдём через дорогу. И потом я включусь. А то здесь очень шумно. Вот мы зашли на эту тенистую олеечку. Вот такая хорошая олеечка. Прямо классно. Всё зелено. Так классно вообще. Прямо ощущение лета. При том, что сейчас не так жарко, как обычно летом. Летом уже с утра начинается жара, духота. А сейчас прям хорошо. Свежо так. И вот потихонечку, не торопясь, решили мы пройтись. Я, кстати, в тот фикс прайс уже давно-давно собиралась зайти. Но специально туда идти мне как-то вот не хотелось. И я решила, что вот сейчас как раз есть повод туда зайти по пути заодно. В нашем фикс прайсе я видела кипочки. Я надеюсь, в том тоже будут. Лишь бы нашёлся размер и цвет подходящий. Надеюсь. Я надеюсь на это. А там на стадионе футбол сегодня. Или это тренировка футболистов. Не знаю. Но прям такие уже большенькие. Не детки совсем. Подростки, я смотрю. Бегают. Там может какой-то матч или что. Вот так остановлюсь, чтобы вы увидели. Так. Ну, а мы телёпкаем дальше. О, хорошо, что вышли пораньше. Воздухом подышать. Но, по крайней мере, мне нужно подышать. Пройтись. Ветерочек немножко дует. Но, всё равно нормально. Не холодно. Свежо так хорошо. Вот мы приближаемся. Сейчас за этими ларьками как раз стоит фикс прайс. Мы с Настей заходили туда как-то. В магнит только заходили. А на втором этаже фикс прайс. Туда мы не поднимались. Когда я водила её в садик. Вот в эту сторону. В которой был временный. Я туда так и не сходила. Вот. Надеюсь, он ещё на месте. Фикс прайс. Так. Что тут у нас в ларьках надо посмотреть? Может, что купить надо? Ну, вот. Мы как раз и пришли. Вот. На втором этаже магнит косметик. И, по-моему, на втором этаже фикс прайс. А на первом этаже пятёрочка. Ну, вот. Мы сейчас туда зайдём. Посмотрим. Так. Ну, что. Мы сюда зашли. Кепки. Вот это Насте понравилось. Я говорю, Настя, ну, это большой размер головы. Большой диаметр. Вот эти тоже большие. На взрослую голову. Но в панамке бегать неудобно будет ей. Вот. Ну, посмотрели. Тут многие с ушками. Вот эти вот с ушками. Вот это вот как раз. Ну, что-то ярковато. В общем, для маленьких тут есть. Вот нашла я нейтральный цвет такой бежевый. Нормальный. Она тут на липучках. Сколько стоит? Не знаю. 99, наверное. Нет. Это носки. Ну, ладно. Не важно, сколько стоит. Сейчас на кассу пойдём. В общем, мне тут ходить сейчас некогда. Ну, во всяком случае, в общем, такой немаленький, я скажу вам, магазинчик. Довольно-таки нормальный. Всё тут есть. Ну, можно было бы походить. Просто у меня сейчас времени недостаточно. А, Настя, давай мы тебе цветные карандаши купим, а? Ну, вот. Как? Покажи кепочка. Прекрасно сидит кепочка. Хороший цвет. И вот эти карандаши. 36 цветов. Кепка, кстати, стоит 199 рублей. А карандаши 250. Ну, для карандашей это многовато. Ну, Настя сама выбирала. Ну-ка, давай, откроем. Открывай. Покажем сейчас, какие там. 36 цветов. Ну, вроде цвета такие яркие, хорошие. Карандаши акварельные. Я не знаю, что значит акварельные карандаши. Но пусть будут, в общем, такие вот хорошие. Разные яркие краски. Ну, всё, пользуюсь на здоровье. Карандашики не теряй. Береги, это будет у тебя дома. Всё, идём дальше. Решили с Настей пройтись по другой улице. Тут это. Посмотреть, где что ещё интересного есть. Не, ну, мы идём по той же, собственно, улице. Просто через другие дворы решили пройтись. Ой, смотри, какая поляна. Зелёная-призелёная? Ну-ка, давай-ка я её сниму. Смотрите, какая высокая трава, девчата. Сколько одуванчиков. Ну, природа же. Это же вообще кусты какие уже, а. Вот так вот люди живут здесь в тишине. Машины почти не ездят. Внутренний дворик такой. От проспекта далеко. Так здорово. Какие-то цветочки. Какие-то цветочки на кумбочках. Вот, что у нас здесь такое. О, смотрите. Голубенькие цветочки. Жёлтенькие. О, какая высокая уже трава повросла. Вот ещё какой-то. О, это, кстати, гортензия. Смотрите, розовая. Да? Или нет? Цветы вроде как у гортензии, а листья вроде как какие-то другие. Вот так вот идём прогулочным шагом, не торопясь, с Настюлей через дворы. Идём в сторону садика. Всё. Купили Насте ещё две булочки. И, в общем, между тренировками она перекосит. Я её сейчас отведу и оставлю. Дальше уже будут её отводить. Отвезут её на спортзал уже дальше там знакомые. Так, ну что? Классно идём, да? Здорово идём. Ну, мне всё-таки всё понравилось. Кепочка прикольная. Зато тебе теперь не будет солнца на голову светить. Или даже пузырёк у тебя, солнышко немножко, глаза даже прикроют. Да? Давай здоровье уйдём, там машины уйдёшь. Мне даже очки не нужны. Даже не нужны очки, потому что у тебя пузырёчек есть. Да? Я могу спокойно не защуриваться на солнце. Да. В общем, ты рада, довольна, да? Да. Ну, я рада за тебя. Я рада, что ты рада. А я, девочки, уже расстегнулась, потому что жарко мне. Я уже вот так вот иду. Так, у меня тут сумка висит. Фух. В общем, идём наслаждаемся. Идём и наслаждаемся. Люди, я смотрю, некоторые раздеты уже, даже некоторые прям в платьишках. Прям в платьишках. Ну, в платьишке с коротким рукавом всё-таки ещё. Не то, чтобы прохладно. Ветерочек бывает раз, подует чуть-чуть, прохладненький. Ой, сирень. Ой, надо сирень снять. Для вас специально сирень сниму. Смотрите, какая красивая сирень. Сиреневая. О, девчата. Смотрите, какая прелесть, а? Ну, разве это не прелесть? Пахнет вкусно. Я люблю вот такой цвет сирени. Больше всего. Ну, и белую тоже люблю. Но не чисто, если белую, только вот, чтобы в букете были и такие цветки, и белые тоже. Настя говорит, вот здесь я в этом садике была. Да, была. Месяц. Месяц была, да. Пока был ремонт в своём садике. Это у нас что? Натисики. Да, в садике там красиво. Изель, классно. Ой, девчата, как я люблю всё-таки вот это время года. Пока ещё не жарко. Но уже тепло. И сирень расцветает. То одни цветы расцветают, то другие. Это же просто чудо. Прелесть. Вот. Ну, вот ещё май покайфуем, наверное. Я надеюсь, в мае не будет слишком сильно жарких дней. Хотя, что может? Может быть всякое. Вот. А потом, когда начнётся духота, жара, всё. Утром только можно будет выйти из дома, прогуляться. А потом, слышите, как птичка поёт. А потом залазит домой под сплит систему. И не вылазит. Жар в духоту. Видите, какой ветер. Видно, да? Ну, он тёплый. Нормальный такой ветер. Хороший. Вот такой ветер, говорит, тут сильный дует, а? Я смотрю, вот такой вот пандус. Я что-то раньше не видела. Но это такой современненький. Видно? Раз. И возле каждого подъезда. Ну, чтоб не длинный был. Такой короткий, механический. Ну, здорово. Во, мы с Настей пришли. Тут такая рощица интересная. Тут у нас ещё строятся, строятся, строятся дома. Жилые комплексы. А раньше была вот здесь вот роща. И она была очень длинная. Она была на протяжении почти всей Александровки. И мы сюда ходили на шашлычки. Вот, с друзьями. Ходили осенью, весной, летом иногда. И здесь была такая тишина. Ни строек никаких, ни домов, ни людей. Чисто отдыхать ходили. В общем, от этой рощицы остался маленький. Такой кусмарик вот этот вот. И то я так думаю, что его, возможно, застроят. Но было бы неплохо, если бы они здесь сделали бы какой-то парк. И оставили вот эту вот зелень. Но они, скорее всего, там дальше лесополосу оставят. А здесь могут всё это убрать. Ну, правильно, домашь важнее, чем зелень, которая дышать нужна. Вот. Так что полюбуемся пока. Пока есть вот это вот зелёное насаждение. Вот такая, видите, полейка. Дальше мы уже почти пришли. Да, тут уже не отдохнёшь. Вот видите, такие тропки, которые просто ещё не облагорожены. Так, а вот это вот здесь, вот эта лесополоса, или как уже, я не знаю, называть это место, вот эта роща. Так как раз, если через неё пойти, можно будет выйти в ту рощицу, где я как-то прогуливалась, вам снимала. Снимала я, по-моему, это осенью было, да, когда были жёлтые листики. В общем, вот такая вот красота. Ну, шумно. Вот, видите, поляна. Тут гуляют с собачками. Ну, тут уже будет парк, я думаю. Здесь, скорее всего, будет парк. Люди ходят там по этому. По тропиночке. Вот ещё девочка идёт на тренировку с нашей группы. Всё, я Настю передала из рук в руки. И отправляюсь уже назад. Видите, здесь уже всё облагородили, плитку положили. Так вот, вот фонарики тут везде, понад все аллеи. И вот ещё с другой стороны будет, наверное, то же самое. Всё, я отправляюсь в обратном направлении. Хочу показать, сколько у нас тут строек. Строится и строится и строится. Много. Много строится и прям очень быстро строится. Вот. Это жилой комплекс Сокол. Вообще, скоро Александровку не узнать. Ну, я думаю, что это будет уже как, даже, не знаю, Александровка. Или это уже будет что-то другое, по-другому называться. Смотрите, сколько кранов много. Ну, и прекрасно строится, люди покупают, ипотеку берут, и у людей будет нормальное, современное жильё. Ой, смотрите, какая красота. Я не знаю. А что, если пройтись через это дело красивое? Куда я приду? Рискнуть, что ли? Ой, девчата, рискну. Ну, пойдём, пойдём. По идее, я должна выйти туда, куда я предполагаю, где я раньше гуляла. Потому что там я помню, что я шла ещё по плитке. Потом плитка закончилась, а дальше уже пошла вот такая тропинка, и я просто дальше не пошла. Но это было осенью, людей было мало, и я не рискнула. Вот тут, смотрю, брёвнышки, даже столик какой-то. Тут люди вот приходят и как-то даже отдыхают. Вот, я не знаю, может быть, сейчас уже нельзя шашлыки тут делать. Раньше делали. Но раньше было дикое место, абсолютно дикое. Надеюсь, вы меня слышите, потому что временами ветерок дует. И я вот не пойму. Слышно вам или не слышно. Я смотрю, тут прям густо-густо наросли, выросли. Вот эти деревца, прям чистокол такой. Что-то там непролазное чаще. Ну вот оно, видите, так всё заросло. Ой, как хорошо, тихо. Заросло за это время. Что-то я асфальта не наблюдаю вообще. Куда я пошла? Куда забрела? Я не знаю. Я не знаю. Ой-ой-ой. Не знаю, идти дальше по-быстрому. Или вернуться. Что-то я очкую. Так. Посмотрим. Нет, этот дядька куда-то в сторону идёт. Вообще капец. Ни человека, ни народу, никого. Но зато я слышу всё равно голоса там детей. Не, я думаю, это вот эта тропинка. Вот здесь вот, возможно, сделают так же аллейку. И порядок наведут в этом чистоколе, который вообще тут очень густо-густо насажен. Я там выйду куда-нибудь в цивилизацию? Конечно, вы можете вот, я не знаю, туда. Да, наверное, туда. Вот здесь, да? Да. Спасибо. Так. Не поняла. Не поняла. В цивилизацию-то только сюда можно выйти, интересно? А там дальше нет, что ли? Я прям не знаю. Ладно. Пойду-ка я, наверное, здесь. А то там ни людей, никого. А мало ли что. Что там? Непонятно. Пойду в цивилизацию. Короче, эксперимент не удался. Вон, где-то с детками гуляют. Хорошо. Да. Здесь, конечно, еще дикие места. Людей нормальных мало. А ненормальных я не знаю. Вот тут еще тропинка пересекает дорожку. О, детям хорошо как, а. Вот еще какая-то... Вот я помню, кстати говоря, вот эту вот дорожку. Мы по ней шли-шли. И где-нибудь заходили там. Полянку себе обустраивали, делали. Костер, мангал, шашлык. И, в общем, сидели тут в тишине. Ну, тут не было вот этих домов совсем. Совсем-совсем. Даже близко не было. Пятиэтажками все заканчивалось на этом и все. Больше ничего. Потом поле было. Через поле пройти надо было. И потом уже эта роща. Так. Ну, все. Иду в цивилизацию. Вот тут уже дорожка такая. Плитка. Плитка уже лежит. А вот это музыкальная школа, по-моему. Вот. Там тропинка куда-то ведет. Да, тут еще есть какие-то места, где можно еще, в принципе, наверное отдохнуть. О, какие цветочки красивые. Смотрите. Растут. Петушок. Петушок уже он беленький. Разный. Тюльпанчики, желтенькие. В общем, красота. Красота. Я вот что-то один ряд домов прошла, второй ряд прошла, домов третий. Вот это вот уже старый дом. Пятиэтажка, да, по-моему. Ну, дорога тут одна. Иди себе и иди. Ой, как хорошо. Такие вот дворы. Птички поют. Вот эта машина бы еще выключилась, она прогревается. Было бы просто, просто отлично. Вот люди живут. Правда, тенистая сторона, у них всегда тут тень. Я не знаю. Слишком солнечная тоже не очень хорошо. Но когда все время тень, это тоже не очень хорошо. Солнце должно попадать в комнату, освещать. Вот, я как раз вернулась к фикс-прайсу. Откуда мы вышли, туда и зашли. Ну и все. Топаю домой. Надо будет еще в магазинчик заскочить, что-то там по мелочи купить. И все, домой. Ой, девчата, полничка уже. Краснодар. Пятьсот. Турция двести пятьдесят. С виду разницы не видно. На вкус она отличается, да? Ну ладно, я чуть-чуть подожду еще. Пусть она подешевеет. Я смотрю, тут ларьки, ларьки, ларьки. Разные. Некоторые еще только начинают, открываются. Вот. И я решила пока клубничку пока не брать. Че ее брать? Потом. Подождем. Пусть немножко подешевеет. Так. Че, можно пойти другой немножко дорогой. вот так вот пойду сейчас по тенистому. По тенистому. Как тут давно уже не была. Живу рядом. И раньше все время сюда ходили в девяностых. Тут магазины все очень так работали. И хозяйственный. Тут был продуктовый магазин. А сейчас уже здесь как-то так тихо стало. Я даже не знаю, что сюда ходить. Ну, зато у нас возле дома понатыкали магазинов всяких разных. Все, что хочешь, есть. Так что нет смысла сюда теперь идти легкать. Времена другие. Ой, классно. Иду кайфую. Что интересно, то, что я иду, снимаю все вокруг. Себя не снимаю. А че себя снимать? Че на меня смотреть? Хочется кофту эту снять. Вот тепло-тепло, на солнце просто жарко. А вот если в тени ветерок подует, то без кофты будет холодно. Вот так вот. Легко еще может немножко продуть. Фух. Иду вот так вот. Кайфую. Зато, видите, такое расстояние я уже прошла. О, кошмар идет. Ужас. Прогулялась. Отличненько, преотличненько. Че мне нужно дома еще? Готовить, приготовить что-то. В общем, идем. Ну вот и все, девочки мои. Прогулочка у нас завершилась. Я пришла домой. Дома кайфово. Дома как-то не так жарко, как на улице. На улице уже поднялась жара. Я это видео хочу закончить на этом. Хочу поздравить вас всех с наступающим 1 мая. Это день трудящихся, насколько я помню. Если это название не изменили праздника. Ну, я помню это как день трудящихся. Я помню, как мы ходили на демонстрацию с родителями. Я ходила еще, когда маленькая была, школьница. Ну, сейчас уже, я не знаю, 1 мая проводят демонстрацию или нет. Или, наверное, уже готовятся все к 9 мая. В общем, с 1 мая поздравляю. Возможно, ну, я думаю, к 9 мая еще какое-нибудь видео выпущу. Вот. Но, на всякий случай, с 9 мая тоже с наступающими майскими праздниками поздравляю всех. Все, девочки, прощаюсь с вами. На этом видео заканчиваю. Всем пока-пока. Пишите комментарии. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok